Еще одно из главных правил хорошего сна – это темнота и тишина. Что очень важно, что в комнате, где мы спим, чтобы не было посторонних звуков и чтобы не было света. Если у вас там фонарь вам постоянно в окно светит, ну, будет сложно выспаться. Для таких случаев не стесняйтесь использовать маски для сна. Кто использует маски для сна? Кто-нибудь использует? Девочки, пока напишите, я продолжу. Кстати, маска для сна, она может также ухаживать за вашей кожей. Если она сделана из шелка, если внутренняя сторона маски сделана из натурального шелка, то эта маска будет, если у вас нет, конечно, аллергии на шелк. Да, 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 да. А вот маска как раз-таки, она должна быть комфортной. Это надо выбрать для себя маску, подобрать, да, чтобы она была из шелка, или из натуральных материалов, чтобы она была комфортной, чтобы она не пережимала нос, чтобы она не давила на глаза, но при этом, чтобы она защищала от света. И вот если вы себя погрузите в полную темноту, да, вы сможете лучше выспаться. Вас не будут ввлекать там вспышки света и прочее, когда кто-то из близких там пошел в туалет, да, открыл дверь, или еще там где-то, или кто-то посветил. Да, 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 мало кто использует этой маски, а на самом деле, как раз-таки маски для сна, они здорово помогают. Вот насчет тоже тишины, некоторые используют беруши. Ну, если вы используете беруши, то надо, во-первых, подобрать для себя эти беруши, которые бы вам подходили, да, идеально. А во-вторых, все-таки беруши, они требуют особой гигиены, то есть их надо часто мыть, протирать или менять, потому что очень легко вместе с берушами в уши загнать инфекцию. Это делается очень легко, но потом это очень тяжело лечится. Из опыта моей семьи, да, у меня вот муж какое-то время с берушами спал, потом ему уши лечили, свекор тоже с берушами, постоянно ему уши лечим. Так что вот с берушами, если вот маска, она даже полезная, да, особенно если она будет из шелка, то с берушами, с ними вот поосторожнее. Я сама беруши не жалую, но у нас относительно тех, у нас там птички, единственное, ночью, да, чирикают там ночные, но я уже к ним привыкла, уже как-то звуки природы, они уже легче воспринимаются. Ну вот, если как бы у вас окна пропускают, и весь шум с улицы, ну, задача подумать, поставить стеклопакет, который будет шумонепроницаемый, и ваш сон будет более глубоким, более спокойным. Вот вы сами в этом убедитесь. Но для меня еще такой очень важный момент, ну, у меня с детства это, я очень чувствительна к запахам. Это вот третий момент, вот тишина, темнота, и третий – это запахи. Для меня очень важно, как пахнет там, где я сплю. Если вот мы едем куда-то вот, или вот за визой мы ездили, там, или еще какие-то у нас есть вынужденные поездки, командировки, там, на конференцию, когда ездил, на конгресс в Бангкок, там, мне приходилось оставаться, ночевать, для меня очень важно, как пахнет то место, где я сплю. Если там будет стоять затклый какой-то неприятный запах, да, все, я не смогу заснуть, но для меня это уже все. Поэтому я с собой вожу пирамидки из натурального сандала, или ароматические масла, или вот я с собой вожу бальзамчики, да, обязательно, то есть я прокуриваю помещение, ладаном, там, или сандалом, чтобы комната пахла знакомым мне запахом, чтобы запах был мне приятный, ну, и под носом тоже себя смазываю, да, чтобы вот как раз вот этот запах, он помогает мне уснуть, потому что если там, ой, если в комнате будет пахнуть сигаретами, я там вообще не смогу заснуть, это вообще никак. Если там тоже у нас, мы когда жили, у нас соседи тайцы, они жали чеснок по утрам, да, и всякие тайские вкусняшки с теми резкими тайскими запахами, я тоже не могла заснуть. То есть вот с этими запахами все, вот какой-то запах пищи и так далее. Желательно, чтобы в спальне был расслабляющий, приятный какой-нибудь запах, который умиротворяет и вызывает у вас положительные эмоции. То, что именно вот запах, и желательно, чтобы он был не химический, не какой-то синтетический, да, с аромизатора воздуха, а именно какой-нибудь натуральный, там, эфирные масла, там, диффузеры и прочие такие вещи, которые вот помогают расслабиться.